Подскажет, видно, слышно меня. Окей, тогда я в принципе готов. Скажите, когда я смогу начать вебинар. Окей. Всем привет, меня зовут Богдан, мой ник в комьюнити Биг Бо. Сегодня мы поговорим об моей автоматической торговой стратегии, занявшей первое место в январском конкурсе стратегии Дукоскоп. Вкратце для начала расскажу, как появилась эта стратегия. В прошлом году я изучал индикатор Tice Segmented Volume и разработал ручную торговую систему, где применил его вместе с простой средней кривой в качестве фильтра. Об этом, кстати, вы можете почитать в цикле моих статей, которые принимали участие в конкурсе статей Дукоскопе в августе, сентябре и октябре 2017 года. Параллельно с изучением этого индикатора, разработки этой торговой системы, я разрабатывал автоматическую стратегию на базе того же индикатора для участия в конкурсе стратегий. Какие, в принципе, базовые исходные моменты касательно и одной, и второй стратегии? Основная идея в том, что я применяю два разных экземпляра индикатора Time Segmented Volume с разными временными периодами и моменты появления разночтений, то бишь, скажем, один выдаёт положительный сигнал результата, второй отрицательный, это является сигналом для открытия того или иного ордера. Если в часовой, ну как бы в ручной стратегии, которая у меня работает на часовом таймфрейме, таким образом мы пытаемся ловить некие развороты рынка, то в автоматической стратегии, которая работает на 15-минутном таймфрейме, мы открываем ордера по тренду в моменты окончания кратковременных или незначительных коррекций. Сейчас я попытаюсь вам продемонстрировать это на неком графике. Вот основные принципы стратегии следующие. Итак, мы видим здесь гистограмму индикатора, точнее двух вариантов этого индикатора. Зелёные столбики на гистограмме – это у нас индикатор Time Segmented Volume с периодом 12, а красные столбики на этой же диаграмме, как бы наложенные на первый индикатор, это Time Segmented Volume с периодом 3. И исходя вот как бы из появления разночтений или разницы в значениях этих двух вариантов индикатора, собственно говоря, мы торгуем. Напомню, что таймфрейм 15 минут, никаких фильтров дополнительных в стратегии не применяется, кроме ограничения времени торговли, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Как мы видим, на конкретном графике евро-доллар 7 февраля у нас в течение нескольких буквально часов с 10 до 17 у нас появилось три сигнала по нашей стратегии. Вот первый вы можете наблюдать, и так у нас зеленый столбик говорит о отрицательном значении Time Segmented Volume 12, красный говорит о положительном значении индикатора с настройкой 3. В результате на вот этой вот свече мы получаем сигнал для открытия ордера Cell. Он каким-то образом отрабатывается, можно просмотреть, я думаю, что ордер закрылся на наших условиях, которым я чуть позже скажу, уже до момента появления через несколько часов очередного сигнала, и также мы опять видим разброс, как бы отрицательный сигнал TSA 12, положительный TSA 3, и опять же заход в Cell, ну и так повторяется три раза в течение одного дня. По поводу других моментов, которые применяются в этой стратегии, это Stop Loss фиксирован 24 пункта, Take Profit фиксирован 36 пунктов. Эти цифры взялись из исторического тестирования. Не говорю, что они идеальные, но они, как мне показалось, самые близкие к положительному результату. И еще в стратегии применяется закрытие, принудительное досрочное закрытие ордеров в случае появления нового сигнала, но только при условии, что на этот момент открытый ордер находится в состоянии плюс 24 пункта профита или больше. Это то, что касается, как бы, основных принципов стратегий. Сейчас мы перейдем, как бы, к самой стратегии и тому, как она написана. Стратегия состоит из трех блоков. В первом блоке мы, как бы, задаем основные параметры, то есть мы задаем валютную пару, в нашем случае по умолчанию тут евро-доллар. Задаем тайм-период, в нашем случае по умолчанию это 15 минут. И получаем время в часах последней свечи. Дальше, как вы видите, мы ограничиваем работу стратегии периодом с 6 утра по 23 часа вечера по Гринвичу. То есть стратегия не работает после 23 до 6 утра. В связи с, как бы, низкой ликвидностью рынка, вот, как бы, я встроил такой, вот, можно сказать, временной фильтр. Это первый блок стратегии, и сейчас мы посмотрим, как она выглядит дальше. Во втором блоке мы, собственно говоря, получаем наши данные, текущее значение наших индикаторов TSV с настройками, как мы видим, 12 тайм-период и 3. И, обратите внимание, что 6-0, то есть мы получаем сигнал, как бы, не исторический, а в момент открытия свечи. И, соответственно, на нем мы работаем. Итак, мы получили значение TSV-12, значение TSV-3. И дальше мы фильтруем эти значения. Итак, если у нас TSV-12 меньше 0, а TSV-3 при этом больше 0, то мы, соответственно, дальше будем двигаться по стратегии в сторону открытия ордера SEL в третьем блоке. Ну и наоборот, если TSV-12 у нас больше, как мы видим, 0, то есть положительная TSV-3 у нас меньше 0, то есть, как бы, отрицательная, мы переходим к третьему блоку, где будем открывать, возможно, будем открывать ордер BYE. Итак, третий блок, момент. Третий блок, ну, я тут на примере открытия ордера SEL вам продемонстрирую. Итак, получив предварительный сигнал, ну, как бы, получив сигнал на открытие ордера SEL, мы проверяем наличие или отсутствие открытого ордера на этот момент. В случае, если ордера у нас никакого не открыто, мы сразу переходим к открытию нового ордера на, ну, как бы, с теми условиями, о которых я говорил. Stop Loss 24. У меня, к сожалению, здесь все по умолчанию, но, тем не менее, я озвучу. Stop Loss 24, Take Profit 36, проскальзывание 1, торговый объем 5 евро-доллар. Если же в этот момент, когда у нас появляется новый сигнал, у нас есть открытый ордер, то есть, количество ордеров больше нуля, то есть, единица. Мы проверяем состояние этого ордера в этот момент, и в случае, если профит больше 24 пунктов или равно ему, мы закрываем предыдущую позицию и опять же открываем новый. Если же профит меньше 24, ничего не происходит, сигнал игнорируется. Это что касается, как бы, построения или структуры стратегий. На этапе, как бы, создания этой стратегии и ее, как бы, тестирования, я провел анализ ее работоспособности за весь 2017 год. Вы можете сейчас видеть график, как бы, результатов работы стратегии за вот, как бы, этот период. Как мы видим, синие столбики отвечают с подписями, отвечают результату работы стратегии за конкретный месяц. Зеленая кривая – это нарастающим итогом от начала до конца года. Тест проводился на условиях, полностью отвечающих правилам конкурса стратегий. С начальным депозитом 100 тысяч перезапускался, стратегия перезапускалась со 100 тысяч каждый месяц. Как мы видим, у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 плюсовых месяцев в течение 2017 года. При этом хочу обратить, что 5 из них больше, у нас здесь указан чистый профит, больше 50% прибыли, из которых 2 месяца, так, май и, а, даже 3 месяца, март, май и, это у нас, по всей вероятности, сентябрь, больше 100% прибыли. Убыточных месяцев 3, но, как бы, это не помешало достигнуть конечного результата в размере, профитов в размере 500 тысяч чистых. Это профит. Вот так, собственно говоря, вот такие результаты работы этой стратегии в 2017 году, согласно историческому тесту. Что произошло в январе месяце, то есть месяце, в котором мы, как бы, говорим, в котором стратегия заняла первое место в конкурсе. Итак, это график работы стратегии в январе месяце. Как мы видим, у нас 62 ордера при 56% позитивных, то есть это отвечает где-то, я так понимаю, 35 прибыльным ордерам. При этом хочу напомнить, что тейк профит к стоп-лоссу относится как полтора к одному, и при этом у нас больше 50% прибыльных ордеров за месяц, что дает нам, как бы, суммарный результат в 367 тысяч или в 267 тысяч чистого профита, 267% за месяц на этих 62 ордерах. Что еще хочу сказать по этому поводу. Вы можете посмотреть на график работы стратегии за месяц, и, как вы понимаете, это, ну, я считаю, практически идеальная работа стратегии. Просадка составила максимальное 10,5%, я так понимаю, это где-то было в районе 10-11, где-то там. Ну, а в остальном я считаю, как бы, результат идеальным, что, собственно говоря, и принесло достаточно уверенно первое место в конкурсе. И это еще не все. Я хочу, поскольку у нас вчера закончился предыдущий торговый период февральский, я проанализировал в историческом тестере, как бы все происходило, применяя я эту стратегию в конкурсе в феврале. Вот результаты этой стратегии за февраль. Как мы видим, опять месяц позитивный, при начальном депозите в 100 тысяч мы имеем 221 тысячу, то есть 121 тысячу профита, что есть больше даже, чем 100%. Вот, собственно говоря, как бы, вот такие вот результаты. Что я хочу еще сказать по поводу этой стратегии? На этот момент это абсолютно рабочая стратегия, которая приносит стабильные результаты. Если вы обратили внимание, то в течение последних 5 месяцев, вот как бы сейчас мы еще раз вернемся к этому графику, в течение последних 5 месяцев 2017 года, раз, два, три, четыре, пять, ну декабрь практически около нулевой, но тем не менее, слабо, не в убыток. 5 месяцев 2017 года, плюс январь трибыльный, плюс февраль трибыльный, у нас получилось 7 месяцев подряд. Стратегия работает в плюс и в серьезный плюс. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, эта тенденция с этой стратегией, но никто же не запрещает изменить ее настройки или сменить валютную пару, или добавить какие-то фильтры и продолжать, как бы, прибыльно работать на вот, как бы, этой стратегии. Вот, собственно говоря, вкратце то, что я хотел комьюнити донести, рассказать про стратегию победителя январского конкурса. Если есть какие-то вопросы, возможно, задайте их сейчас мне. или напишите, я всегда готов ответить. А так, в принципе, всем спасибо. Успешной торговли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!